Добро пожаловать в Верхнюю Албату. Здесь мы будем учиться готовить сорми и пылни ничушки. Традиционные блюда болгарской кухни. Другими словами голубцы и фаршированный перец по-болгарски. Я за последнее время очень часто присутствовал на мероприятиях здесь в Тераклийском районе. Вот был день пожилого человека, храм. И постоянно эти блюда на самом деле есть. Они очень популярны. Они у нас как традиционные. Всегда делают голубцы, всегда делают с капустой, с виноградными листьями. Перец фаршированный тоже делают. Это у нас как традиции. Сорми готовят обычно с говядиной или свининой. Фарш заворачивают в листья. Таким образом, видов этого блюда несколько. Кроме того, что они отличаются начинкой, в болгарской кухне широко используются разные листья для заворачивания голубцов. Листья кислой капусты, молодые виноградные и большие листья липы. Раз. Если он не расплетился, значит нормально. Ну так, почти. Все, отлично. Проверка. Фаршированные перцы по-болгарски также готовят из разных видов мяса. Возможные и сочетания. Важный момент. Чтобы начинка получилась сочной и рассыпчатой, фарш необходимо придать горячей обработке. Болгары к приготовлению, как и к приему пищи, относятся с посчитанием. Помимо свежих продуктов и специальных навыков, необходимо хорошее настроение. Попросту говоря, готовить нужно с любовью. Если честно, то я очень люблю готовить, но делаю это не очень часто, потому что то времени нет, то настроение. А для того, чтобы, я считаю, чтобы хорошо приготовить, нужно иметь хорошее настроение. Я готовлю для сына часто блины, и ему очень нравится именно, как я делаю блины. Но он говорит, что они самые вкусные. Особенно вкусным получится блюдо, приготовленное в печь и на дровах. На свежем воздухе и аппетит лучше. Картошку мы готовили в печи, капусняк, коварму. Так и вкуснее, и полезнее, наверное, да, все-таки? Да, да. Когда живой огонь. Да. Конечно же. И пахнет дымком. Дымком. Это самое главное. Это самое главное. Принвкус дымка, он всегда очень важен, он дает специфический такой вкус. Вкус, да. Который очень отличает обычную еду приготовленную. Подавать блюда нужно горячими. К перцам и голубцам в виноградных листьях полагается сметана, к голубцам в капустных нарезаем петрушку. Ну, и как говорится у нас у болгар, заповядайте. Гостей пригласили к столу не только ради угощения, но и побеседовать. Обсудили текущую ситуацию в населенном пункте, проблемы, с которыми сталкиваются местные жители, а также возможные пути их решения. Мы сейчас в таком возрасте, ну, когда уже силы идти, когда трудно обработать огород, когда трудно за собой немножко ухаживать, начинается болезнь. Нам хочется, чтобы кто-то из наших детей был около нас, хотя бы близко, рядышком. А для этого нужны рабочие места, для этого нужно, чтобы им не хотелось остаться. Главная задача наша заключается в том, чтобы прекратить отток населения. Да. И вторым этапом, чтобы вернуть их. Мы готовы запустить везде, где мы присутствуем. Понятно, я могу много говорить про партию, про программу партии нашей. У нас сегодня чуть другая задача, как бы все-таки выслушать вас и понять вашу проблематику. Потому что проблема по оттоку населения, действительно, она во всей стране есть. Звучали за столом слова благодарности и добрые пожелания. Присутствующие делились искренними эмоциями. Я так как стал работать в Тараклийском районе, а я болгарин по национальности. И поэтому, конечно, живя в Кишиневе, ну, я меньше интересовался культурой болгарского народа. И сейчас, находясь здесь, постоянно присутствуя на каких-то мероприятиях, все это видя, видя эту культуру, обычаи национальные, мне стало это очень интересно. Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Гастрономическое путешествие тем временем продолжается, и мы отправляемся в Куртин.